Всем доброго дня! С вами снова МЗАП. Сейчас покажу и расскажу о том, что не нужно затягивать нехорошим звуком в машине. Машина у нас Santa Fe 2.2 турбодизель D4EB. Такая же проблема существует, такой же есть с Santa Fe Classic. У нас более ранняя версия, двухлитровый турбовый. Здесь получается у нас год 2008, пробег 215-158. Сейчас запущу. На сбросе газа услышите такой нехороший звук. Это, как правило, стучит муфта ТНВД между распредвалом и ТНВД. Вот такая. Я уже вам показывал, как-то меняли вот ее номерочек. Этой муфты. Муфты на двухлитровом и два, и два разные. То есть больше и меньше, поэтому не путайте. Смотрите, что у тебя будет происходить. Вот этот стучок, резонанс. Создается обычно из-за муфты. Разбивает распредвал, либо разбивает муфту. Этот клиент у нас уже был. Вот сюда она вставляется. Вот видите, она здесь вообще прям жестко стоит, плотно. Ракомендации были с заменой муфты. Но когда сняли, увидели, что на насосе вот здесь разбило весь вал. Поставили новую муфту. Стало в два раза тише, но полностью звук не ушел. Насос. Насос этот ломается крайне редко. Очень-очень крайне редко. Поэтому клиент приобрел его сам. Приобрел его сам, контрактный. Стоит он 20 тысяч рублей. То есть все с ним в порядке, все отлично. То есть все крутится, все работает. Даже нет смысла ставить на стенд. Снял я вот от него тут барахлушки всякие уже. Подготовил, помыл, почистил. Сейчас вам сниму, покажу тот. Тот, тот, тот. И мы все увидим. Так, смотрите. Вопрос. Почему не сменить вал? Потому что ремонт и запчасти выходят в два раза дороже. Опять же здесь учитываем, что насос очень надежный, хорошего качества. Дело в том, что запустили этот стук. Клиент был во многих тех центрах. Жаловался на звук. Но все отвечали ему, что все хорошо. Не переживай, все в порядке. Вот. И добрался он до нас. Неважно, какой вы насос снимаете на 2.2. То есть или ставите контракт. Надо будет обязательно открутить вот этот штуцер. Здесь внутри стоит сеточка. Снимаем воздухозаборник, интеркулер, декоративную крышку. Полностью снимаем корпус воздушного фильтра. И на трех болтах. И одна топливная трубка держится ТНВД. Также будем менять. Это уже клиент изъявил сам желание. Сам приобрел. Патрубок интеркулера верхний. Он ему не понравился. Потому что вот здесь он так страшно выглядит весь лохматый. Хотя он еще прекрасно все работает и держит. Здесь он тоже лохматый. То есть поставим это бесплатно. И также, когда меняли, снимали муфту, обнаружили, что идет течь масла. Сейчас тоже покажем. Заглушки. Крепление болта топливной форсунки. Вот такие. Здесь, смотрите, здесь можно приобрести как полностью заглушку, так и можно приобрести оригинальную отдельную резиночку. Но дело в том, что почему в этом случае где-то производились уже много ремонтов и, видимо, были не всем качественные. И вот этот фиксатор, вот видите, он фиксируется. Необходимо оттянуть и прокрутить, чтобы снять. И вот эти все фиксаторы, они там все сломаны. То есть она вот так все крутится, болтается, и оттуда льется масло. Поэтому все эти заглушки сейчас все замоем, почистием, поставим новые. Я ни разу не видел, чтобы разбивал распредвал. И ни разу не видел, чтобы разбивал это НВД. Но при увиденном теперь возьму муфту и попробую оставить распредвал. Вот у нас здесь, в принципе, визуально там все хорошо. Но я все же, то есть поставлю и проверю. Не, вообще шикарно там все. Там ничего не разбило распредвалу. И теперь смотрим разницу. Вот у нас сверху один. И вот у нас сверху как выглядит второй. То есть запущен он прям был, ну, просто-просто очень сильно. То есть стучало долго. Вот видите, прям вообще, можно сказать, практически куска нет. И с другой стороны точно так же. Вот прям, прям, такой ужас. Поэтому насос будем ставить контрактный. Это быстро, дешево и надежно. Так, тут входной сеточку не забываем проверять. Сейчас муфту все поставим. Колечко здесь, колечко у нас будет новое под ТНВД. Потому что здесь я уже замыл. А вот на этом насосе подтекало масло. Тоже из-под кольца. Заглушечки. Вот здесь сейчас, не знаю, видно, не видно будет. Замыть я их замыл. А, ну, в принципе, я сейчас сниму их, наверное. И будет понятно, что они... Вот, то есть, во-первых, они там болтаются. И вытаскивать их можно в любом положении. То есть, смотрите, вот она. Видите, то есть, крутится как попало. Тут уже непонятно, то ли какой-то белый герметик был, то ли что-то еще. И так же у этого замка, вот здесь внизу, у этого замка тоже бывает выработка. То есть, вот этот замок, он как раз прижимает ее туда вниз. И когда она болтается, идет выработка. И она уже потом не фиксируется нормально. Все, здесь я сейчас замыл, у нас все чистенько. Здесь вот так же, так же все крутится, вот. Хотя этого не должно быть. Так же вот видны следы герметика. Где-то ремонтировалась головка. То есть... А, и еще будем... Самое, наверное, во всем страшное. То есть, это все следствие некачественного ремонта. То, что сейчас мы переделаем. Производилась замена, не знаю точно, или ремонт головки. Сейчас вот меняем ТНВД с муфтой. Меняем заглушечки. Ну, слава богу, прокладка клапанной крышки ничего не подтекает. Ни сальники, ничего. И жалобы на то, что выхлопные газы попадают в салон. Там сзади на турбине непонятно. Или не прикрутили что-то. Или прокладка неправильно встала. То есть, надо будет сейчас после того, как закончится ТНВД, полезть туда и проверить. Еще, смотрите, момент. Еще момент. Вот здесь, вот у нас получается два топливных шланга. Один. Я стараюсь шланг не снимать никогда. Потому что один-два раза его снял, и конец приходит. Я снял сам штуцер. То есть, это проще. Вот этот шланг, то есть, я уже ставил новый хомут, и он все равно подтекает. Все равно. То есть, вот этот обжимной хомут, он нормально держит качественно. Просто их используют для разного давления и для разной нагрузки. Хомуты разные. Есть толсостенные и широкие. Они как раз используются, допустим, для охлаждения на коробку. Мы, допустим, можем взять просто плоскогубцы и почувствовать усилие. И этот хомут, он прекрасно держится. Вот теперь, получается, уже там подтекало топливо. Я менял, ставил новый. И вот эти винтовые, они портят. Они портят все. И патрубки интеркулеров, и шланги подачи топлива, там масла. Это не выход. К сожалению, не выход. Надо брать самообжимной. Ну и вот, допустим, у себя же я на коробке. Смотрите, какие я приобрел. То есть, ездил здесь у нас в Москве. Вот такие хомуты. То есть, это как раз-то для коробки. То есть, они очень-очень мощные. И вот, возможно, даже эти хомуты используют. И вот прям чувствуется очень большое усилие. Новые вот такие хомуты. Один сюда сейчас поставим, кстати, наверное. Только где вот под таким углом теперь мне найти шланг, не знаю я. Это вопрос. Муфточки выкидываем. Все поставим новые. И, в принципе, все. В принципе, все. Нет. Наверное, самый главный момент. Момент, то есть, у меня это произошло впервые. То есть, я вот это впервые вижу. Такой бардак, то есть, по ТНВД. То есть, это запустили очень сильно. Запустили. То есть, она стучала, гремела. Потому что на тот момент, когда клиент приехал сюда впервые, стук вообще был ужасный. Первый раз мы ему делали, меняли шкив генератора, подшипник компрессора кондиционера. У них есть такие проблемы. Вот. Ну, вот то, что я увидел здесь, это, конечно, ну, прям непорядок. Так. Ну, и, в принципе, все. На этом и заканчиваем. Ну, все. Всем пока. До новых встреч. Ребятам, в принципе, которые снимали головку, а как сейчас выяснилось, из-за того, что обломились свечи на кава, сняли головку и что-то там высверливали. При снятии выяснилось, что полопалась головка. Может быть, это и к лучшему, что да, как раз сняли и поставили другую голову. Ну, в принципе, ну, свою работу они сделали неплохо по поводу того, что все притянуто, все закручено. Ну, вот то, что они не уследили за этими нюансами, как, допустим, можно изначально было увидеть, что насос, он снимался у нас, разбит вал, разбита муфта, а также заказать заглушки, болта, крепления, форсунки. Генератор у них снимался. То есть сейчас человек за все это платил заново. То есть то, что я доделывал. Потому что он приехал с жалобами, что у него течь масло и жалобы выхлопные газы и звук нехорошего двигателя. Вот. То есть большую часть здесь проблем можно было сделать сразу. И вот по выхлопным газам здесь как бы, ну, вообще просто. Я не знаю, как ребятки открутили. Я знаю, что головка на этом двигателе, она снимается очень сложно. В нашем техцентре, если кто-то захочет что-то сделать, у нас это делается на двигателе Я и ЕБ, то есть 2 литра и 2, и 2, только со снятием двигателя. То есть, потому что иначе вот получится вот как здесь. Так как там копились тонны после их ремонта, скопились большое количество масла и сажи, вот я весь уделался, абсолютно все там. Вот она, турбина вот так выглядит. Оказывается, вот эта шпилька, сейчас она новая. Здесь я уже прогнул резьбу, поставил новую шпильку. Шпилька у нас была вот такая. И вот прям четко на шпильке видно. У них дело в том, что они ее открутили. Во-первых, прокладки не было вообще, выходили газы. Это первое. Второе. Верхние два удобных болта они затянули, то есть гайки. Вот у нас тоже была одна из шпилек. Вот. Она закрутила. У этих шпилек и гаек есть свойство, они клинят, подклинивают так, как они считаются одноразовыми. Так вот, нижняя так неудобно, она крутилась-крутилась, не докрутилась миллиметра два-три, наверное, и все. И решили, что, наверное, так будет нормально. Вот. И оставили. И вот сейчас я прям просто полтора часа весь в грязи, на нервах. Вот вытащил турбину. Ну, сейчас пришлось снять промвал, всю выхлопную, там, часть выхлопной системы, то есть начальную. И когда я снимал, я увидел, что они не разбирали. То есть головкой даже если снимается на месте, то она снимается в сборе с турбиной, чтобы было более качественно. Поэтому не хотел ребят ругать, но получилось вот так. Прям очень сильно они все напортили. Сейчас все новое поставим. Вот у нас новые гаечки. Новые гаечки, новые шпильки. Вот эти гаечки у нас, они одноразовые, то есть их обратно не используем. Все. Взяли новые гайки, новые шпильки. Сейчас прокладки заказывали заранее. Все заказывали. Сейчас заменим и все. Все. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.